Ночной магаз, особенно в период летних отпусков и каникул, становится местом притяжения для многих отдыхающих. В центре столицы на площади Алани организован парк развлечений, кино под открытым небом, путешествия по этнической башне, изданно по и многое другое. И здесь главное юным гражданам не потеряться в прямом смысле. Приглядывать за детьми и родителям помогают сотрудники полиции. Адам Мережков расскажет об этом. Вечернее построение сотрудников полиции начинается с инструктажа всего личного состава. Летняя детская оздоровительная кампания в самом разгаре, а значит нужно усилить меры по охране общественного порядка. Главная задача сотрудников – обеспечение безопасности детей и недопущение преступных действий самих несовершеннолетних на улицах Магаса. Весь личный состав выезжает на место несения службы. Лошадь Алания, пожалуй, самая оживленная и притягательная для детей в столице. Здесь масса развлечений. Пока одни катаются на самокатах и машинках, другие смотрят мультики. Кто из них под присмотром ответственных лиц, а кто нет, так сразу и не поймешь. Сотрудники полиции беседуют с несовершеннолетними, прогуливающимися здесь на первый взгляд без присмотра родителей. Гулять можно только до 22.00. После 22.00 при сопровождении родителям, а понятно? Да, спасибо. Михаил, еще вопрос такой. А вы давно проживаете в городе Магаса? Нет, я турист. Турист, да? И как вам у нас в городе? Нравится? Да, очень нравится. Все, а если что, обращайтесь. Спасибо. Счастливо. После 22.00 дети, находясь без сопровождения родителей или ответственных лиц, подвергают себя опасности. Это и объясняют полицейские. А вам сколько лет? Мне 10. А тебе? Мне 8. Как вас зовут? Султан. Абдул. Абдул и Султан, смотрите. Гулять можно только до 10.00. После 10.00 без родителей никуда не выходите. Где ваши родители? Вон там. Все хорошо, подойдите к родителям, от родителей далеко не уходите. Ну а этот юный горожанин представился полицейским, как Умар. Ему 5 лет. На все расспросы отвечает. Хотел посмотреть на башню Согласия. Поэтому и сам не заметил, как потерялся. Пока сотрудники полиции ищут его родителей, старший инспектор по делам несовершеннолетних Любово Чугина узнает от Умара, что Магас ему нравится. Вот только потерял маму. Она, она вот кушала, а потом она домой уехала. Нет, она не уехала. Она тебя ищет, она тебя потеряла. Пообещай нам, пожалуйста, что ты больше не будешь от мамы убегать, хорошо? Мама очень переживает, мама очень волнуется. Мы все тебя здесь ходили, искали. Хорошо, что ты нашелся. Призвав родителей быть бдительными, полицейские продолжают рейдовые мероприятия дальше. После 22.00 дети могут осознанно или по незнанию совершить противоправное деяние. Речь идет об актах вандализма, хулиганства и что нельзя исключать мелкой кражи. При обнаружении подростков без сопровождения их доставляют в органы внутренних дел. С начала летней кампании все внимание сотрудников полиции именно приковано к безопасности наших самых юных жителей республики. Мы просим убедительно родителей не допускать нахождения несовершеннолетних после 22.00 без сопровождения родителей. В первую очередь это связано с тем, что после 22.00 дети могут стать как объектами преступлений, так и субъектами. К сожалению, в городе Магас, именно в столице нашей республики, бывают такие случаи, когда дети берут на прокат велосипеды и по собственной невнимательности, неосторожности, забывчивости, а может быть и со специальным умыслом забывают их возвращать. Собственно говоря, со стороны буквы закона их действия уже можно трактовать как кражи, то есть тайное хищение чужого имущества. И вроде, казалось бы, на их взгляд такая безобидная шалость может серьезно омрачить их будущую характеристику. Дети не всегда могут разграничить, что такое хорошо и что такое плохо. По словам Любавы Чугиной, подростки в основном совершают преступления корыстной направленности. Ну и зачастую, оценивая свои деяния как безобидная шалость, прибегают к вандализму. К примеру, в начале весны этого года несовершеннолетний житель города Корабулак с умыслом поцарапал машину одного из жителей города Магаз. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, он привлечен к ответственности. То есть, на его взгляд, это была милая шалость, небольшой проступок. На самом деле, владельцу автотранспортного средства причинен значительный ущерб, и он понесет ответственность перед судом. Жизнь в столице после захода солнца, как оказалось, просто кипит. Жители и гости прогуливаются по окрестностям, в то время как сотрудники полиции продолжают нести службу по охране их безопасности. Адам Ирешков, Магомед Шаухалов, Новости 24.